Почти 800 официально зафиксированных кибератак совершила Россия против Украины за первые 4 месяца с момента полномасштабного вторжения. Сложнее всего пришлось в первые дни, однако Украина выстояла и даже смогла нанести контрудар. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук и сегодня разбираемся с тем, что такое кибервойна, на что она нацелена и чем оборачивается самой России. А мои собеседники – эксперты по кибербезопасности Алексей Семеняка и Никита Кныш. И для начала выясним, что же такое кибервойна. Что такое кибервойна? Это комплекс действий, направленных на разрушение, уничтожение IT-инфраструктуры, разрыв логистических цепочек и нанесение экономического вреда противнику. Вот все это я бы характеризовал как кибервойна. То бишь, не заходя в физически территориальное пространство, находясь лишь условно в интернете или в любой точке земного мира, некоторые люди, именуемые себя хакерами или специалистами в области информационной безопасности, своими действиями наносят определенный ущерб стороне противника. Как со стороны Российской Федерации пытаются нанести ущерб Украине, так и со стороны всего мира, я подчеркиваю, это важно, не только Украине, да? Хакеры пытаются нанести ущерб экономике и IT-инфраструктуре Российской Федерации. Кибервойна – это активные, направленные против другого государства враждебные действия в киберпространстве. Можно ли назвать войну России против Украины в том числе и первой кибервойной? Первая кибервойна, наверное, это была, когда проводились самую известную, на мой взгляд, операцию по прерыванию или по остановке иранской ядерной программы. Вот тот самый вирус такс, который уже разрекламирован просто во всех СМИ, по-моему, имеет собственный логотип. Это был первый пример кибервойны, но не мировой. Это когда, по данным мировых разведывательных агентств, скорее всего, с высокой долей вероятности, израильтяне смогли сорвать иранскую ядерную программу. Это, можно сказать, первый пример эффективного применения хакеров для срыва экономической программы и ядерной программы другой страны. На сегодняшний день мы наблюдаем абсолютно другой тип кибервойны, когда все происходит уже в абсолютно открытом режиме. Мы сегодня можем наблюдать, что против России воюют не только украинские хакеры, но и хактивисты и хакеры со всего мира. Вот первая кибермировая война началась конкретно 24-го числа, когда, как сказал мне очень нравится пресс-секретарь украинского киберальянса, Россия до этого долго размахивала каменной дубинкой в стеклянной комнате, и, собственно, в нее полетели камни, назовем это так. Атаковать намного легче, имеется в виду, чем защищаться, поэтому Первая мировая кибервойна началась именно с момента активизации второй фазы уже нападения Российской Федерации на Украину. А какие основные методы ведения кибервойны? Я бы сказал, что когда наблюдается кибервойна, в ход идет все, что возможно. То есть все кибератаки, которые вообще могут быть проведены одной из сторон, они проводятся. Здесь можно быть уверенным, что если у противоположной стороны есть какая-то слабость, которую можно использовать, она будет использована. Второй вопрос, что это подразумевает некую квалификацию нападающей стороны. Если нападающая сторона не имеет должных навыков или нет инструментов для проведения каких-то действий, то понятное дело, что они не смогут быть задействованы. Но когда возможность есть, она использована будет, если не сейчас, то через короткое время. В первые же дни войны Украина попросила добровольцев помочь ей в кибервойне. Кто помогает украинскому государству и по какому принципу группируются активисты? Они объединяются по сфере интересов в направлении кибератаки. К примеру, дедосеры – это те, кто занимается атаками на отказ в обслуживании. Они координируются между собой, соответственно, выбирают единые цели для того, чтобы нанести максимальный ущерб, для того, чтобы максимально усилить атаку. Есть, к примеру, фишеры – это те, кто занимается социальной инженерией, то бишь выманивает доступы у российских солдат, высшего военно-политического руководства, высшего политического руководства, срывают какие-то там замыслы, срывают выполнение других задач. Они тоже координируются между собой. То есть координируются не столько по странам, сколько по направлениям атак. Те же даже кардеры – это те, кто, к примеру, грабит людей, изымая или, имеется в виду, похищая деньги с кредитных карт, истощая банковскую систему Российской Федерации. Они тоже, я думаю, обмениваются между собой информацией. Есть ли у этой всей системы единый хотя бы центр управления или целенаведения? Нет, его нет. Как бы там кому ни хотелось, хакеры – это нонконформисты. Те, кто не принимают условно-стандартные типы власти, имеют обладать нестандартным критическим мышлением, и для них чуждые авторитеты в виде, простите, министров пытаются возглавить. Ну, не получится так. А есть ли поддержка киберактивистов в российской стороне? Со стороны Российской Федерации не существует активистов, по моему субъективному мнению и по мнению рядов иностранных спецслужб. Объясню, почему. Там подавлено вообще активное общество. В обществе, в котором абсолютно отсутствует политическая воля, политическая инициатива, инакомыслия и прочие вещи, которые формируют вообще понятие активиста, я молчу про хактивиста, они отсутствуют. Это люди в форме, это люди, имеющие отношение к специальным службам в Российской Федерации или к системе правоохранительных органов. Потому что все люди, которые могли там чем-то активно заниматься, как хактивисты-активисты, они уже давно или завербованы, или под колбаком, или выехали за пределы Российской Федерации. До начала полномасштабного вторжения российские хакеры считались одними из самых организованных и опасных в мире. Пользуясь анонимностью и физической неприкосновенностью, они не ограничивают себя ни в методах, ни в морали. Но, как и в случае с мифом о второй армии мира, сила российских хакеров была сильно преувеличена. По некоторым данным, россияне используют ограниченное число приемов в этой кибервойне. В основном это ДДОС и фишинговые атаки. Объясните, что это такое и почему именно они? Фишинг – это метод получить какую-то информацию, выдав себя за кого-то другого. Например, с помощью поддельного письма из банка. Вот пришло какое-то письмо, вот банк что-то пишет, пишет, что во вложении важная информация. Я открываю вложение. На самом деле, во вложении исполняем файл, который крадет информацию у меня в компьютере, устанавливает также программное испечение, которое начинает контролировать мой компьютер, и он может дальше использоваться для дальнейших атак и так далее. ДДОС-атака – это атака на отказ в обслуживании, так называемая. Собственно говоря, ее базовая идея – мы не вламываемся внутрь чужой системы, чужого компьютера, чужого информационного комплекса, чужого дата-центра, неважно. Мы не пытаемся его взломать изнутри. Мы делаем так, чтобы он был недоступен. Например, мы заваливаем его мусором. Те каналы связи, которые используются информационной системой, они ограничены просто в силу физических причин. Есть какое-то количество информации, которую они могут пропускать в секунду. Если мы будем заваливать информационным мусором в большем количестве, то, соответственно, полезная информация уже через этот канал связи пройти не сможет. Их легко создавать. Ну и опять же, если что-то делается легко, то зачем делать что-то сложное? То есть, естественно, что люди используют простые инструменты. Но здесь не надо расслабляться, потому что те фишинговые атаки, кидосы атаки, которые мы видим, вполне возможно, что они в таком количестве существуют для того, чтобы прикрывать более тонкую работу. Потому что, опять-таки, если мы вернемся к январским историям, к тем взломам, которые были в январе, мы понимаем, что это достаточно профессиональная работа, что это не какой-то банальный фишинг, где украли один логин-пароль. Это специалисты достаточно высокого уровня работали для того, чтобы войти в наши информационные системы, получить доступ к разного рода информации и, соответственно, ее слить. И подобного рода действия вполне могут сопровождаться массированным фоном, где проводятся гораздо более простые информационные какие-то удары, для того, чтобы все внимание было сконцентрировано там, для того, чтобы отвлечь специалистов от того, что происходит здесь. А здесь происходит что-то гораздо более хитрое, более тонкое и требующее, скажем так, как внимательного анализа. То есть это вполне возможно, что и подобного рода сценарий. Насколько серьезные ущербы российские кибератаки принесли Украине? Была цель именно, что цель звучала именно как максимум, что возможно. Но, к сожалению, достаточно много было достигнуто, особенно, еще раз, те атаки, которые мы видели в начале военной операции. То есть, когда началось вторжение, на мой взгляд, это уже просто отработка, что можем. Гораздо серьезнее были, на мой взгляд, это были те утечки, которые происходили до того, как война началась. То есть те данные, которые были забраны и которые наверняка были проанализированы. И, возможно, скажем так, я не исключаю факт того, что какие-то данные конфиденциальные были украдены, могли стоить и жизни нашим гражданам. Потому что, как мы знаем, на захваченных территориях российские спецслужбы, собственно говоря, проводили всяческие зачистки по спискам, которые у них были. И вполне возможно, что для формирования их списков использовалась в том числе информация, которая была получена этим методом. Значительного вреда подобные кибератаки, на мой взгляд, не нанесли, но они являлись цепочкой в других действиях. Например, в фильтрационных мероприятиях. Я уже говорил об этом ранее, но, по моему мнению, те люди, которые пострадали, в том числе в Бучу-Варпине, вот эти активисты, они были найдены как раз-таки при помощи мониторинга и исследования данных, полученных из утекших баз данных. А чем Украина отвечает в кибервойне? Все группы, начиная с каких-то там людей, которые занимаются кибербезопасностью, обеспечивали всегда защиту и так далее. То есть то, что называется white hat, хорошие парни, и кончая группами абсолютно, так сказать, черными, то есть это такие хакеры-хакеры, которые никогда не ставили себе, скажем так, благородных целей. Тем не менее, произошла, скажем так, консолидация, и все начали участвовать в этом процессе. Но консолидация, она идеологическая, то есть нет какого-то там координирующего центра, насколько я понимаю, нет каких-то там раздачи заданий, то есть кто что делает. Это очень распределенная история с очень большим количеством участников, каждый из которых делает, скажем так, то, что умеет. Поэтому вот в данном случае невозможно говорить о каких-то выбранных целях, потому что если там кто-то имеет специализацию на атак, на финансовые, например, учреждения, естественно, что он будет заниматься этим, потому что это то, что он умеет делать. А если там какие-то люди умеют работать с государственными органами противника, понимают, какие там могут быть слабые места, какие там есть типовые решения, как их обходить и так далее, то, наверное, они будут соответственно атаковать вот такие цели. Какой ущерб нанесли мы? Ну, смотрите, например, то же самое. Утягла база данных Яндекса. Случайно, внезапно. Эту базу данных распространили дальше, создали онлайн-карту, где четко видно, например, данные россиян, и агрегировали, например, суммы заказов. На сегодняшний день можно зайти на специальный сайтик и посмотреть на сайтик поиском по фамилии и имя и отчеству любого россиянина, где, когда, сколько, на какую сумму он заказывал. Более того, эти данные нанесены на карту, то есть можно посмотреть, в каких районах люди живут получше, в каких похуже. Соответственно, грабители с той стороны могут использовать эти данные для того, чтобы удобно наводиться и грабить кровотиры россиян. Помимо этого, утекла база данных Delivery Club. Ну, казалось бы, да, такие вещи, которые, в принципе, не сильно влияют на победу и на итоговый результат гибербаталии. Однако они позволяют а. привязать человека к определенному адресу, б. понять стиль его жизни, ц. понять, что он заказывает. То есть эти данные могут быть использованы, к примеру, украинскими партизанами для того, чтобы уничтожать врага на его территории, ровно так же, как они использовали данные, утекшие с наших базы данных, для своих фильтрационных мероприятий. Помимо этого, украинские картеры, это те хакеры, которые специализируются на хищении данных с кредитных карт, смогли опубликовать в начале войны там дампы, я велю, по 100 тысяч, по 75 тысяч, пачки кредитных карт. Жители Российской Федерации, которые вывалили просто в открытый доступ и сказали, граф, заказывайте, что хотите. Соответственно, люди вполне реально теряли деньги со своих карт, а те, у кого эти деньги списать не удалось, просто пострадали от того, что карточку заблокировали при трех или четырех неудачных попытках списать. Вместе с координированными атаками на отказ в обслуживании, то бишь ДДОСом на сеть банкоматов, это в свое время вызвало определенную панику и отказ в обслуживании целой сети банкоматов Российской Федерации. Были взломаны сети автозаправочных станций. Помимо этого, полностью была взломана и уничтожена вся электронная составляющая Росавиации. Электронный документооборот, в котором хранились и передавались документы, был полностью утрачен без возможности восстановления, ввиду того, что они просто не закупили сервера для резервных копий. На сегодняшний день количество собранных, утекших данных, оно настолько огромное, что украинские хакеры уже пишут о том, что негде хранить. Вот Шон вчера буквально разместил пост о том, что наворовали так много данных, что нужно докупать оборудование, потому что физически негде хранить. Естественно, скоро появятся прекрасные сайты, форумы со всеми этими объемами и массивами информации. К примеру, логов россиян, которые можно использовать для входа на их аккаунты криптобирж. Те, у кого парольчики совпадают утекшие из того же Яндекса или Деливери Клаба подходят к другим сервисам, пострадают еще и дальше от действий мошенников. Как можно классифицировать цели, которые преследуют кибератаки? Первое – это отказ от обслуживания критических узлов управления. Второе – это атаки на критическую инфраструктуру АСУТП, то есть автоматизированная техническим производством. Это, к примеру, системы, связанные с нефтеперерабатывающей отраслью, заводы, пароходы, электростанции и так далее. Это все отдельно. Атаки на отказ от обслуживания направлены на ключевые элементы цепочки поставок. Это пример, когда я говорил о системе закупки того же алкоголя, система, например, электронного распределения контейнеров, система отправки грузов, как у них там платон называется, мониторинга для дальнобойщиков, без которой невозможно проехать. Это атаки на критическую инфраструктуру в общем, но они тоже классифицируются, ранжируются. Есть на автоматические системы, есть на распределительные системы, которые вызывают разрыв фактической цепочки или цепочки поставок. Есть атаки на конкретно добывание ресурсов, то бишь кредитные карты и прочие данные, базы данных, это все в общем сбор ресурсов. Есть атаки, скажем так, когда проводятся специальные информационные операции, то бишь взлом сайтов в каких-то церквей приходов, важных для них скрепов, склепов, размещение призывов от имени публичных и значимых людей, потому что нужно прекратить войну или наоборот обратный троллинг, о том, что началось отрицательное всплытие корабля крейсера Москва или отрицательный рост в экономике или еще прочие вещи. Отдельно я бы выделил атаки на субъектов сферы повышенных интересов украинских спецслужб, высшее военно-политическое руководство и прочие доноры информации, из которых много можно получить. Отдельно атаки на те же ЦРМ и веб-ресурсы, которые есть в Российской Федерации у предприятий, связанные с оборонной отраслью, для того, чтобы принимать планы врага. Помимо этого есть атаки активистов, те, что конкретно расписываем, и есть инструкции, о которых на нашем сайте, к примеру, взлом тех же систем видеонаблюдения и видеокамер для корректировки работы украинской артиллерии, для получения целей украинскими военными о том, где что расположено. Мы вот прям инструкции пишем на сайте Хакюмам, и это на сегодняшний день используется в качестве даже лабораторных работ в украинских вузах, для понимания, насколько у нас распространено, это моя личная гордость, я этим держусь. Студенты, к примеру, того же ХАИ и ХИРЭ, это харьковские вузы, они вместо практических лабораторных работ по информационной безопасности занимаются взломом систем видеонаблюдения в Российской Федерации. Как вы считаете, насколько российские кибервойска оказались готовы к этой войне? Российские кибервойска, они тоже очень-очень разнородные. То есть там, безусловно, есть очень профессиональные команды, которые, у которых очень высокая система подготовки. И их нельзя недооценивать. Неприятности от них еще будут и будут, гарантированно будут, и могут быть серьезными. Потому что, еще раз, ошибку сделать легко, когда факторы безопасности не один, не два, а там тысячи, десятки тысяч, ошибка может закрасться. И если ее вовремя не выявить с нашей стороны, то она может быть обнаружена атакующей стороной, использована с самыми грустными последствиями. С другой стороны, мы видим, что достаточно большое количество российских кибервойск, это, скажем так, достаточно такой низкок квалифицированный народ, который выполняет самые-самые-самые простые задачи. В этом смысле, на мой взгляд, ситуация может быть попроще, потому что достаточно много, ну, если не на уровне небольших компаний или частной техники, то все-таки на государственном уровне и на уровне больших организаций, проблемы с ними могут быть решены тем, что называется кибергигиена. Что касается защиты, на мой взгляд, Российская Федерация немножечко не ожидала, что может быть, могут быть ответные ходы. Ну что ж, сделаем выводы. Россия не один год готовила не только вооруженное вторжение в Украину, но и кибервойну. Российские хакеры методично и небезуспешно нащупывали слабые места в защите критической инфраструктуры, органов власти и персональных данных украинцев. Киберудар, нанесенный одновременно с вторжением, был болезненным для Украины, но не смертельным. Вместе со своими друзьями украинцы смогли отразить и продолжают отражать кибератаки. А страна-агрессор в ответ получает достойный урок, что будет, если воевать со всем миром. Я Константин Игначук. Всего доброго.